Девушки отдыхают Девушки отдыхают И в ней рассказывается о следующих вещах Это взаимоотношения Бога и Израиля Это воздаяние за соблюдение заповедей Доверие к Богу при завоевании земли Опасность излишней самоуверенности Предстережение против идолопоклонства И божественная помощь Это основа победы Далее идет напоминание о Тельце Это история Тельца Упрек о том, что народ был строптив Всю дорогу молитвам о шеи и вторые скришали И дальше следуя по пути Бога Земля ханаанская не как Египет То есть описание разницы между той землей и другой Наказание вознаграждения и обещание победы Ну, эта недельная глава особенно интересна Многими моментами Один из моментов Это такой вопрос Избранность еврейского народа Почему еврейский народ избран И в чем это принципиальное отличие То есть в чем отличие еврея и не еврея И вопрос следования по пути за Господом И поскольку сегодня не так много времени Я вкратце хотел бы поговорить о следовании за Господом В этой главе рассказывается о том, что Господь, например, Маше Напоминает весь путь, которым следовал народ за Господу 40 лет И я когда это все пытался осмыслить Я вспомнил одну интересную такую идею Значит, когда в Писании мы видим сотворение всего Вы можете и мы можем обратить внимание на то, что Бог сначала заявляет, что Он собирается сделать А потом описывается, что Он сделал И в каждом отдельном случае, кроме одного Заявление не совсем соответствует тому, что было сделано Только в отношении света, где сказано И сказал Бог, да будет свет И стал свет Заявление соответствует осуществленному действию Во всех остальных случаях всегда остается чуть-чуть недоделанности Вот один из примеров, который имеет отношение к тому, что я хочу сказать Это сказал Господь, это произрастит земля Дерево съедобное Я сейчас просто даю определенную интерпретацию перевода Дерево съедобное, приносящее плод съедобный То есть в изначальном, введя замыслом всенышнего, дерево должно было быть тоже съедобным Так же, как и плод съедобный Но земля произрастила просто дерево, которое приносит съедобный плод И поэтому мы деревья не кушаем, мы кушаем только плоды О чем я хочу сказать О том, что у нас по жизни всегда большая заинтересованность в плодах То есть мы совершаем какую-то деятельность Мы снимемся к какой-то цели И нас больше всего интересует сама цель Сам результат, сам плод Мы на работу ходим не для того, чтобы работать А для того, чтобы получить зарплату Правильно? То есть если бы нам зарплату не платили Ну, мало кто пошел бы на такую работу, понимаете? Ну почему? Потому что трудящийся достоин пропитания Это нормально, что мы хотим Видеть результаты наших действий Получать плоды того, что мы посеяли Но в идеальном Божьем замысле Сам процесс достижения цели Точно так же представляет ценность, как и сам плод Дерево должно было быть съедобным И плод должен был быть съедобным В нашей жизни плоды съедобны Пути достижения несъедобны, да? Значит, так смотрите Когда Всевышний напоминает через Маше Путь, по которому шел Израиль Он говорит о том, что в этом пути Тоже были определенные, очень важные моменты Всевышний был с Израилем в этом пути И ценное, на самом деле, во всем этом Наши отношения с Богом И если Бог поставил перед нами какую-то цель Конечной целью всегда является отношение с Ним Познание Его, близость с Ним, правильно? В пути так же есть и познание, и близость, и отношение И даже если нам порой кажется, что путь тяжелый Что денег мы сейчас зарабатываем не так, как вот в прошлый сезон Что сейчас, ну, совсем очень тяжело Мы должны помнить, что всегда Сам процесс достижения цели Тот путь, который мы по жизни проходим Для того, чтобы в конечном итоге встретиться со Всевышним Он сам по себе представляет огромную ценность По одной простой причине Что Всевышний ведет нас по этому пути И вот помните, в книге Иова есть очень интересный момент Когда Иов, находясь вот в этих страданиях Он говорит, о, если бы Господь видел то, что происходит со мной И это все было бы записано в книгу для назидания грядущим поколениям Книга есть И это несомненное подтверждение того, что Господь был с Иовом в тот момент И он видел это, он услышал желание сердца Иова И книга появилась на свет Понимаете? То есть, если Бог с Иовом был во всех вот этих вот страданиях То, я думаю, Он тем более с нами Во всех наших жизненных перипетиях, которые мы проходим И поэтому у нас нет основания опускать руки У нас есть основания радоваться, благодарить Господа за то, что Он нас избрал И за то, что Он действительно ведет нас по этому пути Где в конечном итоге таки произойдет эта встреча Кстати говоря, вот в иврите Покаяние, тшува Это слово, оно имеет несколько разных вариантов перевода И вот три перевода, которые используются вот именно в духовных вопросах В вопросах взаимоотношений с Богом И это слово переводится разворот, возврат и ответ То есть, Всевышний обращается к человеку, который ходит своими путями Человек, услышав этот призыв, разворачивается И следует к той цели, которую Всевышний ему показал И на этом пути, то есть, Он совершает этот путь И на этом пути Он получает ответы А в конечном итоге, помните, Ешуа сказал Когда вы увидите меня, вы уже не будете меня ни о чем спрашивать То есть, Он сам будет ответом на все наши жизненно важные вопросы И есть и сейчас Поэтому я увещеваю каждого из вас не опускать руки Но в любой ситуации молиться и благодарить Господа за все, что происходит в нашей жизни Потому что, посмотрите, Давида, его псалмы не только про веселые и богатые времена Но и про те времена, где ему было немножечко тяжеловато И он всегда осознавал, что Господь с ним и поможет ему пройти весь этот путь Спасибо 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 Спасибо